Тема следующего выпуска программы наиболее ярко отражает тернистый путь как ныне действующих, так и будущих чемпионов Ингушетия. Необходимо отметить, что сама идея съемок зародилась довольно символично, так и в целом ситуация, о которой пойдет речь. За моей спиной находится футбольный стадион имени Рашида Аушева. Это единственная арена в республике по данному виду спорта. Своих первых гостей она приняла еще в 1996 году, 24 года назад. В этой же местности расположена спортивная секция, зал по боксу и задний двор Министерства спорта и физической культуры. Это особо примечательно. Ну и наконец мы дошли до места нашего назначения. Рядом футбольный стадион, а тут мини-поле. Как только входишь в этот спортивный объект и видишь удовольствующую картину, крайне плохое состояние полотна, ну и ворота, конечно же, в том числе. К моему большому сожалению, здесь же стоят несовершеннолетние дети и они могут получить травму во время игры. Честно говоря, увидев эту картину, я вспомнил про трагический случай, произошедший в Дагестане. Там, на футбольном поле, погиб ребенок после того, как на него упали футбольные ворота. Общественность Северного Кавказа взбудоражила новость о гибели 13-летнего школьника на стадионе в Тлеротинском районе Дагестана. По предварительным данным, 7 сентября мальчик играл на стадионе и раскачивался на перекладине футбольных ворот, которые обрушились на него. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации. Ему инкриминируют причинение смерти по неосторожности. Ничто не обязано было происходить так, как произошло. А если все произошло именно так, то лишь потому, что кто-то не помешал этому произойти. Хавьер Сарказ в черепе кита. Жители Назрани и представители Федерации Футбола Республики не хотят, чтобы случилась беда, поэтому и бьют в набат. Очень много занимаются детей футболом. Тут и рядом физкультурно-оздоровительный комплекс. Оттуда тоже и борцы, и кикбоксеры, и зидоисты тоже в неделю один раз здесь тренируются, занимаются футболом, бегают. И в основном дети получают здесь существенные травмы, от которых они залечивают их где-то месяц, полтора, два. Если там переломы, то до полугода там спортсмен не может уже дальше заниматься спортом, дзидо, борьба, без разницы футболом, бегать там. То есть ему приходится после перелома уже полгода восстанавливаться. И вы сами видите вот футбольная площадка, в которой стыки разошлись где-то 15-20 сантиметров, и плюс добавок вот под футбольные буты, шипы цепляются, и получают существенные травмы вот наши дети. Я хожу в пять лет в бокс, я живу в центре КамАЗе. Мы раз играли в футбол на этом поле, и я получил травму, и две недели не мог ходить в бокс. Тут и по вечерам собирались ветераны Ингушетии по футболу, мы тоже тут собирались, играли в футбол. Здесь была очень хорошая традиция, такая начатая первым президентом Республики Ингушетии Руслан Султавановичем Наушевым. Мы в 6.30 утра здесь собирались, пол-восьмого тоже играли в футбол, но из-за такого состояния в футбольной площадке уже многие тут не собираются, уже давно никто здесь уже не играет, потому что футбольная площадка непригодна. И сами граждане, которые живут здесь, неоднократно мы, я как руководитель федерации футбола, у нас кабинеты находятся на Рашиде Аушево, мы здесь каждый день приходим-уходим. Взрослые люди тут заходят сигаретами, курят, вот там в углу есть, уже бросили кто-то сигарету и в большое пятно прожгли участок. Тут и проводятся мини-футбольные турниры, проводились, уже не проводятся. Раньше проводился регулярный зимний чемпионат и летний чемпионат по мини-футболу. И мы за счет своих средств, как сказать, руководитель ассоциации мини-футбола Магомед Алиев ремонтировал его, но, как вы видите, в таком состоянии он прошел уже. Тут стоит заметить, что также благодаря усилиям инициативе местных жителей удалось избежать еще больших негативных последствий для детей. Можно сказать, не дали случиться беде. Тут борта тоже очень травмоопасны. При высоких скоростях любой человек может травмироваться. Даже борты тут сломались. И хотелось бы, чтобы еще дети ценили то, что у нас есть. Если будет постройка, там, новые площадки. Дети сами ломали много чего, на самом деле. Они, получается, неправильно, по сути, поставлены, да, были? Да, они неправильно поставлены, потому что изначально конструкция была неправильно сделана. Пришлось бортами уже защищать именно эти столбы. К большому сожалению, эта проблема стоит уже не в первый год. Представители местной мини-футбольной команды сначала делали обращение по поводу нарушений в процессе укладывания специального полотна. А после завершения работ уже с просьбой о замене того самого искусственного газона, который за несколько лет пришел в негодность. С полседьмого утра до двенадцати, до часу ночи тут играли. То есть утром играли старики, там, ребята, молодежь. Днем были и зудаисты, которые играют, и команды, которые тренируются. Вечером при освещении тоже было очень много команд. Семь-восемь команд тут собирались вечером, играли. Тут очень была загруженность была очень сильная. В 2016 году положили новое покрытие. Хотя его очень неправильно положили, тут очень много стыков, и поэтому... И само покрытие, по-моему, было не очень качественное. И поэтому есть такие разрывы соединения. Отсоединяются. Я помню случай, вот этот парень ногу сломал. Даже оно сейчас хуже выглядит, а в тот раз даже было лучше. Мини-поле служило не только местной команде, ребятами соседних секций, но и даже звездам российского футбола без малейшего преувеличения. На видео Зелимхана Бакаева можно узнать по его фирменному смещению влево и ускорению. Но даже такому мастеру сложно играть с мячом, который попросту отскакивает от него. Что уж говорить о ребятах, которые только-только начинают знакомиться с футболом. Возможно, именно полузащитник Спартака или же другой наш именитый земляк примут участие в столь важном деле и помогут в реконструкции футбольного поля. Как отметили в местной администрации, в устной форме объект находится не на их балансе. В Министерстве спорта же заверили, что вопрос находится на контроле. Возможные изменения стоит ждать в ближайшем будущем. Да, с 2017 года тут не могут даже тренироваться, поиграть. Негде место получается для ребятишек. Мы обращались и в администрацию города Назрань. Они ссылаются, что площадка не находится на их балансе. Обращались в Минспорт. Но они обещают, но дошли до 2020 года этими обещаниями. Да, еще обещают в 2021 году. Будем ждать. Жители вот этого района обращались насчет этого и неоднократно в соцсетях, инстаграм обращались. По этому поводу сразу я переговорил с министром спорта, с Элидом Шлаковым, с новым министром спорта. И на 2021 год он обещал полностью отремонтировать его. И уже, я думаю, в 2021 году, уже весной, эта площадка будет в хорошем состоянии. На самом деле, я сам с детства играл на этом поле, еще в бытность нашего первого президента. Оно было построено, надо отбить очень качественно. Но за период 10-15 лет оно пришло в негодность. Была реконструкция недавно, но не знаю почему. За 4-5 лет данное поле пришло в принципе в негодность. Но в 2021 году есть у нас такие планы, привлечь дополнительные небюджетные средства, инвестиции. Попросить наших меценатов, чтобы они нам помогли именно с реконструкцией данного поля. Потому что именно локация данного поля позволяет большому количеству детей собираться, играть. И даже взрослые там играют. Если получится, как-то связать госпрограммы, как-то дополнительные средства выделить именно на это поле. Но если это, конечно, закон позволяет, если мы это сможем делать. Есть в плану еще реконструкция футбольного поля именно школы-лицея. В принципе, покрытие там хорошее. Все ребята, которые играли раньше на этом поле, они сейчас играют временно на поле школы-лицея. Жители местные, они сами смогут проконтролировать ход работы, реконструкцию, чтобы все качественно было? Ну, конечно, это все привязывается. Вот есть элементарный пример. Вот на Салькорте, когда строилась вот эта площадка, вот у меня есть сотрудник. Явлой Амир. Вот от федерации он постоянно там присутствовал, смотрел за рабочими. Там была рабочая бригада с Дагестана, по-моему. Вот он контролировал все, смотрел. Элементарно, если они привезут какой-нибудь клей для укладки и поклейки верхнего газона, сразу он со мной созванивался. Мы в интернете смотрели отзывы. Если нам что-то как-то не нравится, уже с подрядчиком и с министерством спорта созванивались и говорили, вот этот, допустим, вот этот клей некачественный, если бы они заменили. Местные ребята все еще приходят на свою излюбленную мини-площадку. Каждый раз надежда, что поле, где они проводили все свое свободное время от учебы, наконец реконструировали, и они вновь смогут поиграть в свою любимую игру. Но даже после того, как дети сталкиваются с ситуацией, ожидания, реальность, они проявляют упорство, смекалку и внимательность. Без них поиграть здесь, увы, невозможно. Мне 8 лет, и я тут неподалеку живу. Когда-то я сюда с друзьями приходил, играл, мы тут так хорошо играли. Но, к сожалению, сегодня я увидел, что тут все разрушилось. Забор сломан, этот ковер на нем все подсказываются, зацепляются за него, падают, мечи лопаются. И вон там стена сломана, ворота. Я тут так хорошо с друзьями играл, но когда я сегодня сюда пришел, то то мусор, то сломанное все. Я хочу сказать тем, кто должен это починить, чтобы починили хоть завтра, хоть послезавтра. Я очень хочу, чтобы вот это поле починили. Плюс эти ворота, ну плюс все, короче. Мне жалко это поле, мне очень нравилось тут играть, тут очень интересно было. Все сюда приходили, но больше сюда никто не приходит. Слушай, ребят, становится понятно, что занятия футболом никак не могут помешать их умственному развитию. Ведь те размышления и их осознанность, которые они проявляют иной раз, недоступны для многих взрослых, в чем я убедился в ходе своего журналистского расследования. Хотелось бы, чтобы это поле починили, чтобы заменили ворота. Есть такие случаи, когда даже ворота падали и чуть не падали на мальчиков здесь. Сперва ослабали в антиворота, а потом из лечи. Раньше здесь даже взрослые гуляли, играли в футбол, а сейчас здесь никого нету абсолютно. Если кроме три мальчика, я со своими друзьями редко сюда прихожу теперь. И когда у нас в тренировках бывает, приходится играть, мы хотим играть, но поля нормального не бывает. Мы приходим и задумываемся об этом поле, чтобы все починили. Тут бывает нелегко играть, но все равно места больше нету, поэтому приходится здесь играть. Хотелось бы, чтобы эти поля своевременно чинили, делали им ремонт и все заменяли. О необходимости обращать внимание на местах на подобные социально важные темы глава субъекта отмечает практически на каждом совещании и выездных встречах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас были очень большие планы, связанные именно с этой площадкой. Сделать тут ночную лигу вечером, чтобы могли молодежь собираться играть. В первую очередь для молодежи нужно, чтобы их занимать чем-то. В завершении программы хочется вспомнить простую истину. Дети нас не слышат. Дети на нас смотрят. Мухаммад Гиреев, Дани Тимурзиев, Булат Азиев, Багалдин Нальгиев, Тимур Карахоев, Хамзат Костоев, ГТРК, Ингушетия. Субтитры создавал DimaTorzok